Дмитрий Валерьевич, по традиции после матча в комментариях, дали вопрос. Дмитрий Валерьевич, прошу. Заслуженный балет не уже немного, но я думаю, что до удаления еще можно было комментировать, как ты его, в принципе, после удаления просто начали спасать положение, там, на радиоцене, там, 1-20 проигрывших, нет. Это такой крупный счет, конечно. Более-менее много переживать, можно забыть и двигаться дальше. Не принесли, Сергей. Так, так, задавайте, пожалуйста. Дмитрий Валерьевич, Сергей Валерьевич, недавно виделись с вами на матче против «Локомотива», счет похожий, но самоотдача совершенно разная. Там команда играла лучше, увереннее и напористее. Почему сегодня не смогли хотя бы повторить то, что было? Ну, вот это мы будем выяснять после игры, уже по прилету в Сочи. Мы абсолютно правы, что сегодня был другой настрой и, соответственно, результат. Понятно. Ну, и вдогонку к этому, вот все голы, кроме последнего, в результате дальних ударов, почему защитники не накрывали? Вы как-то с ними поговорили уже в раздевалке или пока еще предстоит разбор полетов? Разбор полетов по горячим следам мы не делаем. Это будет, я еще раз говорю, по прилету в Сочи, а если есть всегда дальние удары, эти дальние удары должны блокировать, должны накрывать. Сегодня три нича мы получили после этих ударов. Ну, конечно, мы об этом говорим, мы это отрабатываем, оттренируем, оттренируем, но сегодня не выполняет. И последний вопрос. По горячим следам кажется, что это просто психология, потому что, по большому счету, команда задач никаких не решает и уже готовится к отпуску и жалеет многим. Извините за такие слова. Ну, нам никто не жалеет, потому что и в том матче, и в этом матче, и микротравмы есть, и какие-то повреждения получают. То, что, еще раз повторюсь, наверное, желания сегодня в Нижний Новгород было больше. Но мне не хотелось бы говорить о том, что мы выходим на игру как на прогулку, потому что, все-таки, есть имя клуба, есть собственное имя. И сегодня, да, очень убедное, больное поражение, но мы будем любиться дальше. Понятно. Спасибо. Спасибо.